Всем привет, дорогие друзья! С вами Crypto Watchmaker и сегодня мы поговорим о довольно интересном изменении на платформе BitsGap. Я в последнее время торговал фьючерсными грит-ботами, поэтому немножечко прошли стороной мимо меня эти обновления, но все-таки они мной замечены, так что давайте сегодня о них поговорим. Поговорить я сегодня хочу о бэк-тестах платформе BitsGap, потому что раньше у нас был бэк-тест только на один месяц, но теперь мы можем тестировать на протяжении целого года. И это просто крутейшая на самом деле вещь для анализа и построения долгосрочных DCA-ботов. Давайте присаживайтесь поудобнее, погнали разберем. Бэк-тесты появились не только на DCA-ботах, да, также и на грит-ботах, но грит-боты здесь спотовые и они не так сильно меня интересуют, но вы должны понимать, что спотовых грит-ботов вы также можете протестировать на длительном периоде времени. Но если с грит-ботами все и так более-менее понятно, без таких сверх длинных бэк-тестов, да, но тем не менее мы можем взять какие-нибудь настроечки 45, 115 тысяч, к примеру, 100 гритов. И посмотреть на длительном периоде, как бы у нас отработал спотовый бот с вот такими вот настройками. И мы видим всего 11,5% годовых, что по идее довольно-таки немного. Но если брать биржи, например, на которых, например, есть акции на такие монеты, как биткоин USDT, там эфириум USDT, довольно много бирж часто проводят акции на подобных парах, чтобы люди больше торговали, собственно, ими. Например, там на Мекси сейчас нулевые комиссии, да, но здесь мы не можем поставить нулевых комиссий, к примеру. Но мы можем поставить 0,01% комиссии, и мы видим, что у нас доходность уже в районе 13,5%. Но это биткоин, я просто привык, последние уже больше полугода, уже получается месяцев 8 я торгую только биткоином. Но на других торговых парах, естественно, могут быть совершенно другие результаты. Но то, что мы уже можем посмотреть, сколько бы за год мы заработали в широчайшем просто диапазоне на спотовом боте на биткоине, да, ну, как бы это уже круто. Но все же данный бэктест на данной платформе больше интересен именно фьючерсные DCA боты. То есть теперь вы можете строить долгосрочные живучие стратегии для фьючерсных DCA ботов. Вообще DCA боты отличаются тем, что они, скажем так, довольно-таки прихотливые вообще к поведению рынка. И если вы сделаете какие-то неправильные настройки, вы можете довольно на долгий период попасть в инвест и просидеть 3-4-5 месяцев, и у вас вообще не будет ни одной сделки. Если с грид-ботами все намного проще, вы просто выбрали диапазон, в котором у вас строится сетка, и если бот внутри этого диапазона, значит он у вас зарабатывает. Но за счет того, что DCA боты это направленные боты, они могут иметь совершенно другие доходности. Но за ними нужно следить. И вот как раз-таки с помощью подобных бэктестов можно очень гибко настроить бота, чтобы он у вас зарабатывал, скажем так, больше, чем грид-бот. Но при этом был довольно безопасным. DCA ботов лучше всего настраивать непосредственно со стоп-лоссом. Потому что действительно на рынке бывают такие ситуации, когда даже вход по индикатору вам абсолютно не поможет выйти из ситуации. И вы попадете прям в такой инвест-инвест. Давайте посмотрим без стоп-лосса. Вот стандартные такие настроечки. Какую доходность вообще покажет бот? Так, это у нас 30% за 30 дней. Но мы интересуемся за год. Давайте посмотрим за год. Это у нас Bitcoin USDT за год при таких настройках бот заработал 438%. Это уже естественно не 11, не 12, не 13%. Да, и если мы будем отдалять график, то мы увидим, что на падении в августе 2024 года бот ушел в инвест. И вплоть до конца октября, ну до середины октября бот не торговал вообще. То есть с начала августа по середину октября бот не торговал. Потом он снова продолжил торговлю. Но у нас как раз был восходящий тренд, где бот отлично заработал. Но мы видим, что и на этих падениях, да, и в боковике бот также отрабатывал. И таких длинных перерывов уже как раньше у него не было. Но 25 февраля, 3 марта, почти больше недели тут бот тоже вот был в просадке. И тем не менее, бот год уже торгует, да, и продолжает торговать. 438% мы могли заработать на данном боте. Но это у нас 10-е плечо, это у нас фьючерсы. Какая максимальная могла бы быть просадка, да, мы на данный момент посмотреть не можем. Теоретически нас где-то могло даже ликвидировать. Ну тут кросс-моржа, так что ликвидация могла бы быть вряд ли, да, если вы понимаете, что вы делаете. Но если была бы изолированная маржа, то в теории где-то вас здесь могло бы ликвидировать. И бэк-тест этого не показывает. К примеру, на вот этом же движении, то есть где у вас здесь примерно была средняя цена, и мы можем взять линейку и отсюда, допустим, даже от последнего ордера посмотреть, это 22% падения. У вас с 10-м плечом здесь несколько раз могло в процессе этого падения ликвидировать. А если бы не ликвидировала, так как у вас кросс-моржа, да, то вы бы видели весь этот минус огромнейший на протяжении нескольких месяцев. Но доходность 440% за 365 дней, даже учитывая такую, скажем так, просадку, это круто. И круто тот факт, что мы вообще можем это посмотреть. Но все же я предлагаю вам, так как бэк-тесты абсолютно не ограничены, потратить время и поискать стратегии непосредственно со стоп-лоссом. То есть мы тут же делаем стоп-лосс при этих же настройках, да, абсолютно, но мы уже получаем минус 27%, 28% за один год. Потому что если у нас плюсовая сделка, то она в среднем забирает 190 долларов, да, а минусовая делает минус 972 доллара. При этом что у нас вообще в боте 1900 долларов. То есть ему, чтобы перезапуститься заново после каждого стопа, нужно дополнительные деньги. То есть вам нужно хранить большой баланс, чтобы ваши стоп-лоссы просто не сожрали у вас полностью баланс. Давайте интереса ради посмотрим, какая тут максимальная просадка по этому бэк-тесту могла бы быть, да. Вот у нас 2000 долларов. Да, 2000 долларов у нас могла бы быть максимальная просадка, именно по нашему кошельку. И это было бы не очень приятно. И вот таким вот образом вам нужно сидеть, менять настройки и подбирать что-то надежное, да, что будет работать. То есть, во-первых, вам нужно подбирать индикаторы. Чем больше таймфрейм у индикатора, по идее, тем меньше будет сделок, но тем более надежные эти сделки будут. К тому же количество усредняющих ордеров в таком случае можно, в принципе, уменьшать. Почему? Да потому что чем, скажем так, надежнее вход, да, тем, по идее, быстрее вы можете, ну, забрать обратное движение и на этом заработать. К тому же вы можете ставить уже не такой длинный стоп-лосс. То есть у нас меньше ордеров, соответственно, ситуация уже 50 на 50 почти что, да. И вот при таких вот настройках, да, мы увидим, что со стоп-лоссом, торгуя, мы бы заработали уже 122% годовых. Здесь, получается, не было точки входа за все это время, потому что индикатор не давал точки входа, да. Но логически только это может быть, потому что здесь у нас последняя там закрытая сделка, да, мы росли вверх, и у нас здесь нет сделок. Хотя у нас стоп-лосс один с небольшим процентом. То есть индикатор не давал на протяжении полутора месяцев входа. Это довольно интересный момент, на самом деле, изучить бы его получше. И вот я это, грубо говоря, сейчас, скажем так, методом тыка, да, буквально за 5 минут подобрал настройки на биткоине. Вот подобные, которые могут заработать, допустим, столько денег. И это со стоп-лоссом, где благодаря индикатору мы как раз-таки заходим более надежно, чтобы получить точку выхода. Давайте попробуем подобрать что-то еще. Например, эфириум, пятое кредитное плечо, то же самое. MACD 15-минутный, два усредняющих ордера. Здесь все по дефолту. Take Profit 0.75 и стоп-лосс 0.65. Давайте также потестируем в протяжении года. И, в принципе, мы видим 81% годовых. Многие из вас, конечно, привыкли хотеть по 30% в месяц, да, торгую ботами. Но такие чудеса бывают не так часто, друзья. Так что умерьте ваши аппетиты. И вот таким вот образом вы можете подобрать для себя надежных ботов. Допустим, запустить несколько, там, десяток ботов, да, но прям с надежными точками, там, входа, с MACD 30 минут или 1 час вообще. Боты, которые будут входить действительно тогда, когда рынок дает хорошую точку входа. Вот мы видим, я увеличил индикаторы, уже мы имеем 100% годовых. То есть давайте попробуем еще больше сделать. Ну, тут это не отработало, да, но мы можем посмотреть, что количество успешных сделок у нас, естественно, намного больше, чем убыточных по стоп-лоссу. И этот стоп-лосс мы можем дополнительно еще попробовать подвигать в большую сторону. То есть мы увеличим, конечно же, риски, допустим, до 1%. Вот тут уже чуть-чуть хуже результат, потому что больше стоп-лоссов, и они побольше, и они больше минус нам дают. То есть вариантов огромное множество. Все, что вам нужно сделать, это посидеть, потыкать и найти какие-то закономерности, подобрать для себя хорошие, надежные настройки, чтобы бот заходил, пусть, возможно, даже редко, да, 1-2 раза в неделю, но при этом это была сделка, там, на 15 минут. Бот зашел, тут же буквально вышел. И как раз-таки для такого бота, который зашел и тут же вышел, да, с прибылью, у вас и не должно быть много ордеров. То есть стратегии можно подобрать огромное множество. И вот именно благодаря бэктесту на 365 дней годовому, да, мы теперь можем все это дело настроить очень и очень гибко. Так что, друзья, пишите в комментариях, возможно, вы хотели бы что-то потестировать именно на настоящих деньгах, да, боевых настоящих ботов, будут ли они действительно отрабатывать так, как нам показывал бэктест. Но никогда не забывайте, что бэктест это тестирование на прошлом рынка, да, какой будет рынок в будущем, мы не знаем. Мы знаем приблизительно, что нас ждет в недалеком будущем медвежий рынок, да, поэтому, возможно, сейчас бы стоило уже подбирать себе каких-то шартовых ботов. В общем, пишите, какие эксперименты хотели бы провести вы. Ну, а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.